Боже, меня лифт везет. Так, все, это очень хорошо. Хорошо? Да. Вот это? Что это? Что это? А, что это? Ага. И теперь, когда я буду садиться, он всегда будет передвигать меня на это расстояние. Понятно? Теперь, когда ты нажми на кнопку. Это нажми на кнопку. И еще на кнопку. Теперь он работает. Так, спокойно. Боже, ты даже не слышишь, как там машина. Да, спасибо. И важно, ты не слышишь, когда он работает. Когда ты поставишь. Ты должен поставить. Ага. Ага. Как? Ага. 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 Всем доброго утречка, с вами Одесситка из Швейцарии. И я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Кто еще не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас, так как впереди у нас интересный влог. Отвечу на ваши вопросы и поделюсь новеньким. Кому интересна эта тема, поехали вместе со мной. Сегодня впервые еду на Биата машине. Это гибрид. И она практически бесшумна. Можно даже не заметить, если она отключилась. То есть, нужно специально нажимать на какие-то кнопки, чтобы понять, что она действительно отключилась. Вот. Так как мою машину я отдала бабочке, который приехал с Украины. И, конечно же, это колоссальный расход кататься по Швейцарии без каких-либо абонементов. У него в день уходило по 80-100 франков. Элементарно доехать в больницу, где лежит мама. Это на машине, допустим, там 25 минут. А на перекладных, на поездах, автобусах это полтора часа и стоит 80 франков в день. Вот. Поэтому, естественно, у меня даже не было никаких раздумий на этот счет. Потому что у нас две машины в семье. И, конечно же, я ему дала на неделю, пока я не выйду на работу, пока я в отпуске свою машину. А сейчас наслаждаюсь чудесами техники. Потому что здесь, конечно, все очень круто устроено. Видите, на стекле, как я вижу, отражение. Сколько я еду, какая скорость, какое ограничение по скорости. Так, надо немножко спавить. Вот, где у меня поворот предстоит. Ну и расход бензина. Мне тоже тут интересен. Значит, когда я торможу, здесь заряжается батарея. И очень выгодно на такой машине ездить не по автобану, а по маленьким проселенным дорожечкам, где ты бесконечно тормозишь, и ты ездишь на батарее. Расход бензина очень здесь шикарный. 5,7 литров на 100 километров. Учитывая, что машина достаточно большая. Можно сказать, джип. Ну и раз мы уже заговорили про эту семью украинскую, конечно же, я отвечу на вопросы многочисленные, которые возникли под прямым эфиром, который я проводила на днях. И у меня, конечно, иногда волосы шевелятся от бестактности и беспардонности наших людей, некоторых наших. Когда я говорю наши, я подразумеваю русскоговорящих людей из бывших стран СНГ, которые смотрят мой канал. Неважно, в каких странах они сейчас живут. И вот там одна женщина, которая меня буквально вообще сразила своей наглостью, лживостью и хамством. Она, несмотря на то, что живет в Израиле, но менталитета никуда не денешь. И она там уже придумала какие-то фантастические истории в своей голове. Значит, уже приписала, что папа занимается перегоном техники, автомобилей из Европы в Украину. Он зарабатывает на войне, поэтому его и выпустили. Он чуть ли там не в мафии, куда эти машины потом уходят. То есть, ей в Израиле все видно, все она знает. Вот, точно так же мама, какая же она гадина, что она даже специально не указала папу, когда регистрировалась в Швейцарии. С одной лишь целью, чтобы поиметь швейцарцев как можно больше пособиями. Вот, значит, неуважаемая женщина, хватит разводить сплетни грязные и придумывать какие-то больные фантастические истории. Это ваше сознание видит эту ситуацию таким образом, потому что вы транслируете себя. Я говорю, что каждый комментарий – это описание вас лично. Что у вас в голове, какие у вас мысли возникнут. Это ты, скорее всего, приспособленка, раз ты видишь в людях такое, в других людях. Вот, значит, естественно, ни одного слова не соответствует действительности. Я пообщалась с этими людьми достаточно длительное время и очень надеюсь, что, когда мама выйдет из больницы, она тоже даст интервью и расскажет, что там было, какие были условия и так далее. Вот, если она захочет, конечно, но, судя по таким комментариям, вообще вряд ли кто-то хочет когда-либо что-то давать, какие-то интервью, потому что невменяемые комментарии попадаются везде, да, вот, от таких вот недалеких людей. Значит, что касается папы, да, очень многих волновал вопрос. Ну, конечно же, он богач. Ну, кто же еще в наше время может выехать, да, из Украины? Неужели, если у вас случается беда в семье, то вы будете думать о деньгах и не найдете средства, чтобы купить за 150 франков самолет? Он озвучил эти расходы и 120 франков билет на поезд стоил. То есть ему 300 долларов вышла дорога из Украины в Швейцарию, да. И для многих людей это показалось огромным состоянием. Они не в состоянии себе даже такую сумму представить. Ну, конечно, у каждого разные доходы. А откуда вы знаете? Может быть, папе пришлось почку продать, чтобы мычаться в Швейцарию? Вы же не знаете вообще ничего про эту семью, как можно вообще придумывать такие небылицы. И иногда я просто вот в ужасе читаю и думаю, люди, что с вами? Что с вами вообще творится? Что с вами происходит? Почему вы такие? Почему вы этим наполнены, да? То есть везде искать подвох, перекручивать. Почему многим даже в голову не может прийти, что другие люди могут помогать абсолютно бескорыстно, абсолютно без задней мысли, да. Меня уже там начали обвинять, что я помогаю только богатым, сука такая, вот. И что сколько же надо было денег нахапать в Украине, чтобы позволить путешествие в Швейцарию и так далее. Боже мой, это даже без комментариев. Как вы думаете, да, если бы это был какой-то олигарх или какой-то, не знаю, суперкрутой мужик, да. Наверное, он бы не собирал чеки, которые тратят на проезд с надеждой, что ему их хоть кто-то когда-то возместит. И, естественно, у меня даже мысли не возникло никакой другой, да, когда я услышала его историю. Естественно, я тут же предложила свою машину. Моментально. Потому что я вообще не понимаю, как можно было бы в этой ситуации поступить иначе. Вот, учитывая их семейную ситуацию и элементарно просто даже поддержка, поддержка, да, соотечественников. Но, к сожалению, люди не просто этого не понимают. Они начинают из этой ситуации, когда действительно беда и горе, они еще подливают желчь в огонь и пишут какие-то гадости. Грустно от этого всего, очень грустно. А с другой стороны, радостно, что я уже не живу среди таких людей. И я просто, когда читаю это, для меня это как это параллельная реальность. Потому что здесь, в Швейцарии, если я даже не могу представить, чтобы у людей, которые вот меня окружают, да, чтобы у них даже такие мысли возникли, или вот мои сотрудники, да, там люди, кто меня знает близко, даже вот русскоговорящие люди. Ни у кого никогда не возникает мысли, что я на ком-то вообще зарабатываю, да, на моей помощи кому-то, на каких-то волонтерских проектах. Ни у кого никогда не возникало таких мыслей. Только почему-то у вас, жители планеты интернет. Ну и еще один вопрос. Кто же такой Андрюша, с которым мы спели дуэтом на днях, который вернулся в Швейцарию домой, и почему Швейцария его дом. Значит, Андрюша россиянин, который давным-давно, лет 20 назад, приехал в Швейцарию. Здесь он отучился в университете, получил мастер-диплом и работал в банк клиентами. Тут же женился на местной девочке, ее в банк устроил и, короче, таким образом жил здесь какое-то время. Конечно же, когда брак его распался, что-то тут ему не получилось, не сложилось, он вернулся обратно в Россию. Застрял там на карантине, и вот так вот мы с ним познакомились. Он мне давал уроки онлайн по немецкому языку. Но это были не только уроки немецкого, это был даже такой вот лайф-коучинг, можно так сказать. Он меня всячески подбадривал, он всячески меня, значит, мотивировал. Я в тот момент как раз искала свой жизненный путь, и, допустим, мне надо было пройти собеседование в СБП. Мы с ним это репетировали, да, он там коррегировал мои какие-то резюме Бивербунги. Естественно, потом он учил моего мужа русскому языку. То есть Андрюша нам почти как член семьи. Конечно же, когда началась война, он очень четко сразу обозначил свою позицию в поддержку Украины. И, конечно же, начались чудеса чудесные, да, там его начали преследовать за какие-то посты в Фейсбуке, где-то там его угрозы ему слать и так далее. Ну и когда объявил мобилизацию в России, естественно, он один из первых покинул эту страну через Грузию. Может быть, будет у нас с ним время, и он поделится своим опытом, через что ему пришлось пройти, вот, и как он восстанавливал вот в такой ситуации свой швейцарский паспорт. И, конечно же, как гражданин Швейцарии он приехал сюда и здесь теперь планирует жить. На ваши вопросы дайте контакты учителя немецкого. Сразу говорю, времени на репетиторство у Андрюши сейчас нет, так как он сразу же с первого дня приступил к хорошей работе. Ну все, я приехала к Алисе наводить красоту. Увидимся с вами позже. Ну что, навела красоту. Вот эти очки, которые мне Владик подарил. Очень мне нравятся. Первый раз одела. Реснички сделала мне Алисе сегодня праздничные. Немножечко добавила такого фиолетового оттеночка. И, о чудо, я мчусь в банк, так как сегодня они работают до 12. Я успеваю чеки привезти. И будем сегодня уже готовиться собирать вещи к нашему отъезду, к нашему путешествию, где мы будем отмечать Новый год. Вот, как я вам уже говорила, каждый Новый год мы отмечаем в другой стране. И это всегда очень запоминается. Вот, и в этот раз будет тоже новое место, где мы еще ни разу не были. И, конечно же, свое путешествие я подстроила так, чтобы даже Женечке было комфортно, уютно и всем было интересно. Поэтому, кто еще не подписался на мой канал, есть отличный повод сделать это сейчас, пока я еду, чтобы не пропустить самое интересное. А впереди у нас очень много событий. И так, все мне удалось. До конца года я успела, положила чеки на свой счет в евро. И вот тут такой нюанс. Значит, я спросила, так как мне чеки выдали в другом банке за границей, нужно ли мне платить какой-то процент за обналичивание, вернее, кладу их на свой счет. Вот мне сказал банкир, что нет, я ничего не плачу. Обычно платят те, кто выставил чек. Они платят комиссию. То есть он сейчас с этим банком свяжется, и они должны будут что-то заплатить. Вот, я получу ровно столько денег, сколько у меня стояло в чеке. Единственное, что этот счет, который я открыла, он накопительный, шпарконт. И, конечно же, если я захочу снять евро в банкомате с этого счета, это будет стоить очень дорого. Намного дешевле снять моего швейцарского обычного счета, где у меня приходят там все платежи, зарплата, если я из банкомата возьму евро. Сейчас прекрасный курс. Значит, я вытащила 500 евро и заплатила 512 франков. То есть разница небольшая сейчас. Евро почти один к одному к швейцарскому франку. Вот, и еще один такой нюанс. Я спросила, если мне понадобятся эти деньги, например, для покупки недвижимости, могу ли я воспользоваться ими с этого накопительного счета? Он сказал, да. Я могу спокойно перевести из банка с одного счета на другой. Без проблем. Единственный момент, 30 тысяч в год максимально. 30 тысяч я могу спокойно перевести, а остальную сумму мне нужно будет специально какой-то кюндигум оформить. И это сделает мой ведущий специалист, который будет вести эту сделку. То есть там нужно будет специально какой-то разорвать договор и вытащить остальные деньги. То есть автоматом только 30 тысяч я могу воспользоваться с этого счета. Вот, надеюсь, эта информация будет тоже кому-то полезна и интересна. Ну, а я мчусь домой. И завтра рано утречком мы выезжаем в наше путешествие. И как раз пока я стояла в банке, я почитала ваши комментарии к моему видео о моей свекрови. Да, то, что она заболела и чувствует себя очень плохо. И вот как прошел визит к врачам. Значит, хочу тут внести уточнение, что в Швейцарии, если вы имеете диагноз, вы болеете, естественно, вам никто не даст умереть. За вами будет должный уход организованный. Естественно, должное лечение. Но, чтобы до этого дойти, чтобы узнать, чем вы больны, то есть диагностика, да, то есть это действительно должно быть очень что-то серьезное. Потому что если человек сам приходит к врачу на своих ногах и говорит, да, мне уже легче, у меня уже ничего не беспокоит, то, естественно, его отправляют домой. На днях выйдет сюжет с очень интересным человеком, тоже одесситом, который живет сейчас со всей своей семьей в Швейцарии. Естественно, по статусу S. И у него совершенно другой опыт с медициной в Швейцарии. И там как раз я и задаю эти вопросы. Украинская медицина и швейцарская. Потому что очень много людей пишут мне, «Боже мой, какая ужасная медицина в Швейцарии, как у нас намного все круче». Так вот, на примере его мамы, которую он привез в Швейцарию из Одессы, да, у него был доступ к самым высочайшего уровня врачам-светилам, и они развели руками четвертая стадия рака, да, и сказали, что ничем помочь не могут. Вот в Германии сделали бесплатную операцию, в Швейцарии поставили на ногу, мама ходит, мама жива, все у нее замечательно. И у него только отличные отзывы у швейцарской медицины, как и у остальных беженцев украинских, которые здесь себе прекрасно лечатся, и все свои проблемы решили, потому что очень многим людям была недоступна медицина в Украине, да, то есть не у всех есть достаточно доходов, чтобы элементарно пользоваться этими прекрасными врачами, о которых вы все время говорите. Вот, поэтому тут такой сложный вопрос. Свекровь моя в своем уме, многие мне там советуют какие-то действия предпринимать. Она в своем уме, она самостоятельно принимает решения. На мое предложение организовать ей уход 24 часа она отвергла и сказала, что ей это не надо, у нее все прекрасно, все замечательно. Вот, естественно, мы ничего делать против ее воли не будем и не имеем права. И кто-то там мне писал, что, о, Боже мой, безбожники, как вообще можно развеивать прах? Это ее желание, и, естественно, будет выполнено то, что она захочет после ее смерти, если, не дай Бог, такое случится. И никому я навязывать свои какие-то понятия, религиозные обряды совершенно другой культуре, да, человек вырос в другой вере, в другой культуре, я, естественно, мне даже не могу допустить это в голове, такое вот отношение, да, то есть тут люди уважают уважение и мнение других людей, поэтому я вообще не понимаю, что это за советы, да, там человек хочет так умереть. Нет, так не положено. Вот, и больше всего мне, конечно, понравился комментарий, что, Татьяна, вы должны ухаживать за свекровью. Во-первых, я никому ничего не должна. Во-вторых, опять-таки, все взрослые люди здесь, даже если взять меня, да, я работаю больше, чем на 100%, я имею свои обязанности, платежи и счета, которые за меня никто платить не будет. И точно так же и Беат, и ее сын Рету. Естественно, все люди здесь смотрят за своими расходами, и доходами, и так далее. Точно так же его мама, моя свекровь, она не нуждается, и любая помощь от государства, к которой вы так привыкли, здесь этого нет, потому что здесь люди, каждый несет ответственность за свою жизнь, за свое здоровье самостоятельно. И помощь, оказывается, гимайнды, да, гимайнды – это сообщество людей, которые живут в одном поселке, которые скидываются налогами в общую кассу, и с этой кассы они друг другу помогают в каких-то сложных ситуациях. Так вот, скажите мне на минуточку, моя свекровь – миллионерша, да, у нее дом стоит больше миллионов франков. Так вот, с каких вообще перепугов ее должны содержать жители села и помогать ей чем-то? У нее есть дом, который предполагается, дом продается, и на эти деньги она себе до конца жизни, как королева, живет в любом заведении, круглосуточный уход, можно снять квартиру подешевле, чем этот дом стоит, да, и там организовать себе королевские условия. Это все только на ее усмотрение, потому что это ее дом и ее право распоряжаться им, как она хочет. На данный момент она не хочет идти ни в дом престарелых, ни брать себе помощницу по дому. Это, опять-таки, ее право. И моя тетя спросила, как это продать дом? Там же сын живет. Я говорю, ну и что? Он там живет временно, он платит маме за комнату, и мама вправе распоряжаться своим домом. То есть, значит, когда она его захочет продать, он себе снимет в другом месте квартиру. Все очень просто. Здесь все люди самостоятельные, никто никому ничего не должен. Тем более в таких сложных ситуациях, когда речь идет о финансах, у человека они есть, они вложены в недвижимость. Поэтому мне, например, даже в голову не приходят такие идеи, что если со мною на старости лет что-то приключится, я буду своих детей чем-то напрягать. Для этого я сейчас покупаю недвижимость, вкладываю деньги в какие-то пассивные доходы, в активные доходы, чтобы у меня была возможность оплатить себе любой каприз на старости лет. Для этого я беру ответственность на себя, за свое здоровье. Если я буду уже не в уме, тогда, конечно же, моей жизнью будет распоряжаться кто-то другой. Но это не случай с моей свекровью. Ну и напоследок, значит, отвечу еще на один комментарий, который бесконечно я вижу по поводу внешности, внешнего вида, осуждения людей, деления их на какие-то там слои общества и так далее. Товарищи, когда вы переходите на личности и обсуждаете внешность и внешний вид других людей, других национальностей, это показывает о вашем уровне культуры, о вашем внутренней свободе. Потому что свобода европейских женщин, европейских людей заключается в том, что они настолько принимают себя в любом виде, что им абсолютно все равно, что вы по этому поводу думаете. Если для вас наличие растительности на вашем теле, неважно, под мышками, в виде бровей, у отросших каких-то усов, не знаю, небритых ног, вызывает огромное-огромное внимание, то, наверное, в вашей жизни что-то пошло не так. Это лично ваши проблемы. Но если человек может себе позволить таким мелочам не беспокоиться и жить на полную катушку, не переживая, как он выглядит в глазах других, это и есть свобода, уверенность в себе и восприятие жизни и окружающих людей такими, как они есть, без осуждения. Поэтому задумайтесь над этим. Ну и некоторые комментарии по поводу жидовские мерзкие хари за столом, почему жиды отмечают Рождество, вообще, что вы себе надоумили. Скажу одно. Значит, антисемитизм, расизм и нацизм в Швейцарии – это уголовные преступления. И, опять-таки, употребляя такие высказывания, вы в очередной раз показываете уровень своего развития. Ну, а так как у вас немножечко какая-то программа сбилась с детства, либо вас там не научили, как обращаться и жить в социуме с разными национальными людьми разными, значит, скажу вам одно. Мы в этом мире все евреи, потому что наш Создатель Иисус был евреем. На этой нотке я закончу свой сюжет, ответила на все ваши вопросы. Не стоит ни в коем случае мои ответы на ваши вопросы воспринимать как оправдание, что я там чего-то боюсь и что-то кому-то хочу доказать. Нет, я всего лишь отвечаю вам на ваши вопросы. И, кстати, если я отвечаю на ваши комментарии, вам не совсем нравится ответ, задумайтесь, может быть, тон вашего вопроса задал такой ответ, потому что я могу говорить на любом языке, понятным человеку, что посеешь, то пожнёшь. Желаю вам отличного настроения, прекрасного дня, подготовки к Новому году, завершения удачного этого года. Ну, а мы увидимся с вами уже завтра. В не менее интересном сюжете. Отличного всем дня. Пока-пока. Боже мой, посмотрите на эту красоту. Три с половиной метра. Вот реально огромная ёлочка. Тоже живая. С цветочками. Вау. Продолжение следует. С цветочками.